добрый день знаете вчера в силу непредвиденных обстоятельств был вынужден все бросить и побежать заниматься несколько другими очень срочными вопросами делами так что я пропустил все что происходило вчера и когда утром я сделал себе кофе спокойненько уселся открыл все необходимые календари графики у меня было только лишь одно один вопрос это что черт возьми здесь происходит что это довольно быстро в голову что это же инфляция в европе ну да все же очевидно открываем смотрим до рост 4 1 года 4 9 это ужасно ужасно сильный рост инфляции соответственно сопоставляем с действиями cb который ни черта не делает это катастрофа давайте массово распродавать единую европейскую валюту она там уже за собой потащила все остальное все вроде бы ясно но подождите буквально недавно кристин лагард произнесла довольно любопытную речь после которую у многих действительно возникло ощущение что это предупреждение и подготовка рынка потому что и cb все-таки начнет менять свой подход монетарной политики и как раз очень сильный рост инфляции должен был бы стать еще одним поводом для этого то есть мы должны были увидеть возможно другую картину то есть наоборот рост единой европейской валюты однако тут есть некая неопределенность и две эти точки зрения они в некоторой степени противоречит друг другу соответственно они должны были несколько сглаживать эффекта воздействия этих данных на рынок да мы бы по реакции увидели какая точка зрения доминирует но она не отменяла наличие другой точки зрения соответственно движение либо вверх либо вниз должно было быть чуть более скромным мягко выражаясь то есть сразу же на этом этапе вы закрадываются некие сомнения что же собственно говоря случилось то и тут я посмотрел внимательнее и вдруг понял что а по времени это все происходит спустя несколько часов после публикации данных по инфляции если быть более точно через пять часов что как а на момент публикации данных по инфляции какой-то сильной реакции рынка особой не было то есть как раз это говорит о том что две точки зрения они представлены примерно 50 на 50 то есть одна часть участников рынка придерживаются точки зрения что все это лишь усиливает возможность все-таки ужесточение монетарной политики стороны фрс другая половина считает что нет это все плохо потому что европейский центральный банк могут ничего не делать то есть реакция такая вот именно на момент публикация более-менее взвешена и тут я замечаю что вот это все четко соответствует по времени выступлению джерома паула в сенате о интересно я как старый пень дурак полез на сайт фрс открыл стенограмму его речи достаточно короткая потому что все таки он выступал не перед а бы кем перед сенаторами это люди достаточно занятые деловые им надо кратко четко сжато все по пунктам действительно здесь все именно так но тут нет ни единого указания на какие-то дальнейшие действия фрс это по большей части отчет о том что было сделано и какие сейчас существуют показатели да то есть главные индикаторы на каких уровнях они расположены и описание общей ситуации ни слова о том что будет что это нас вынуждает каким-то действием нет 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 ничего этого нет и тут я начинаю копаться по заголовкам различных средств массовой информации и как раз примерно в то же время когда выступает джером паула там как изруга изобилия и истребийная политика паула паула предрек ничего себе да ладно вам это заголовки если что еще раз открываю текст перечитываю думаю что что-то неправильно понял за закидываю все непонятные места в переводчике смотрю да нет вроде все правильно перевел нигде не все это увидели быть может вот в этом месте благодарю вас за внимание с радостью отвечу на все ваши вопросы может быть там под после его выступления сенаторы начали задавать особо каверзные вопросы и где-то джером паула проговорился что-то такое про ранее думаю видимо да начинаю влезать в одну за другой из этих публикаций в самых честных и правильных средствах массовой информации к своему великому удивлению обнаруживаю что простите а там нет ни единой ссылки на слова джерома паула прямой речи паула нет нигде не даже отрывков из его непосредственной речи не говоря уже про то что какие ответы он давал на какие вопросы ничего этого нет ни единого слова зато гигантское количество трактование толкова толкование высказывание своих ощущений мыслей и предположений со стороны представителей финансового сектора причем всех мастей от директоров департаментов до руководителей подразделений старших стратегов всевозможных компаний которые кстати неоднократно ловились за руку за прямые спекуляции на рынках как интересно получается простите но это же но очень похоже на целенаправленную акцию по введению участников рынка в заблуждение и кстати обратите внимание что довольно быстро рынок начал восстанавливаться что евро что фунт это же извините меня когда вы все это совмещаете у вас голове возникает только одно ощущение а не похоже ли это на мы не на целенаправленную манипуляцию рынка этот вопрос а эти люди уже дают показания фбр там все эти аналитики эксперты где директора редактора этих самых средств массовой информации журналисты которые брали у них комментарии и публиковали нет а потому что дело в том что во всех цивилизованных стран да практически в любой стране мира подобные действия является уголовным преступлением а в соединенных штатах тем более ну если вы помните был такой фильм волкс волк стрит который мы многим очень нравится к этому вообще отлично так себе на самом деле с точки зрения именно описание финансового мира но ведь книга финты снят по книге а автор книги это как раз главный герой так он написал ее после того как отсидел в тюрьме много лет как раз за те действия которые описаны в этой книге в штатах за финансовые преступления могут давать срок больше чем за убийство это серьезнейшее преступление а тут мы видим вот все у нас есть или и или это другое это высказывание частного мнения право на собственное суждение свобода слова знаете на это смотришь и действительно у меня к вам просьба вопрос если кто-то знает аптеку где продают это другим без рецепта скиньте пожалуйста буду очень благодарен потому что по ходу мне надо ему принимать на ежедневной основе глядя на подобные вещи прямая махинация то что называется на жаргоне разведение хомячков вот наглядная демонстрация вот что вчера мы не видели это именно она но в некоторой степени это указывает на то что спекулятивная составляющая сейчас на рынке просто колоссально пузырь надут до безумия и на самом деле если внимательно почитать комментарии и высказывание всевозможных этих представителей финансового сектора тут там это и прослеживается они панически боятся потому что прямым текстом а вот вы знаете это же напугает рынке туда-сюда рынке могут обвалиться а то а то как плохо мы столько зарабатываем на разгоне всего этого а если праздник закончится как может дальше будем только возмущение по этому поводу потому что но реакции на подобные целенаправленные и злонамеренные действия ноль реакции к сожалению но вывод из этого следует очень простой рынками до сих пор манипулируют крупные игроки несмотря на то что все кричали увеличение количества участников рынка приведет к их больше стабилизации предсказуемости и так далее и тому подобное брехня по мере увеличения количества участников рынка уровень волатильности на рынках только возрос и уровень непредсказуемости того что может случиться здесь сейчас тоже только лишь возрастает вот это единственный действительно таком скром так полноценный вывод который можно вынести из всего этого мораль сей басни ну да ладно а что у нас тут дальше а самое главное здесь вот что дело в том что все вот эти тело движения никак не изменили самого главного тренда на укрепление доллара который длится уже с конца мая и завершаться явно не намерен то что мы видим сейчас вот это движение по евро от 1.12 в сторону 1.14 простите еще несколько месяцев назад больше чем 1.22 как-то это даже не отскок отскок вот вот тут вот был в конце августа это можно было назвать отскоком дальше ну что можно здесь сказать этот тренд не завершился и он будет продолжаться дело в том что всевозможные итоговые индексы деловой активности в производственном секторе мы даже рассматривать не будем потому что уже понятно что они особого эффекта на рынке не возымели хотя вышли не такими как ожидалось чуть чуть похуже тем не менее все равно рост да вот например в европе производственный индекс вырос 58 3 пунктов до 50 8 4 при прогнозе 58 6 предварительно показывал такой результат до чуть хуже но в великобритании даже ситуация чуть получше до ждали 58 2 получили 58 1 то есть разница всего лишь на одну десятую пункта потому что предыдущие значение 57 8 то есть то рост более заметный нежели в еврозоне то есть принципиально ситуация не поменялась примерно то же самое будет и соединенных штатов где индекс должен вывести вырастить 58 4 до 59 1 возможно вырастить чуть меньше погода не поменяется все внимание только лишь к занятости про которую кстати джером паула вчера говорю что рынок труда продолжает улучшаться значит восстанавливать время продав формулировку восстанавливаться что меня несколько удивило ну давайте обо всем по порядку и так сегодняшние данные по занятости должны показать рок ее рост на 580 тысяч много ли это или мало в предыдущем месяце было 571 тысячи опять же да в этом месяце больше чем прошло опять же вопрос был это много или мало я могу сейчас сказать что это очень много мне тут же могут возразить а постой рынок труда то восстанавливается идут такие любопытный момент дело в том что целевой уровень фрс 5 процентов по безработице сейчас безработица 46 скорее всего она снизится до четырех с половиной то есть безработица ниже целевого уровня она уже находится лучше равновесного состояния потому что пять процентов взяты не с бухты барахты исходя из очень особенностей рынка труда соединенных штатах америки экономической динамики и так далее то есть это не на пустом месте цифра если она сильно ниже это вроде бы как хорошо кажется с другой стороны это может говорить о перегреве рынка труда перегрев рынка труда может привести к очень печальным последствиям скажем так и получается что а у нас уровень безработицы ниже чем нужно чем хотелось бы даже как говорится то есть это можно будут хорошо тракнуть что это прям замечательно а занятость растет вот как она растет дело в том что если мы возьмем численность населения соединенных штатов темпа прироста численности населения которые в последние несколько лет немножко снизились ниже одного процента на срану 0 8 0 9 процента это по меркам развитых стран очень очень много возьмем уровень экономической активности мы получим что для поддержания стабильного уровня безработицы то есть стабильности на рынке труда ежемесячно должно создаваться примерно 130-150 тысяч новых рабочих мест то есть соответственно и занятость должна тоже расти на эту цифру 580 простите это почти в четыре раза больше может быть это просто временное явление какое-то да нет у нас в общем то с начала года цифры выше чем оптимально да можно сказать что в начале года это было восстановление рынка труда и это будет справедливо а потом это что но это напрямую перегрев рынка труда по большей части в любом случае такими категориями как перегрев рынка труда целевые показатели по уровню безработицы и тому подобное давайте честно спекулянты не рассуждают это слишком глубокие материи даже высокие точнее материи поэтому здесь просто он и 580 сейчас сколько должно быть ну норма там 150 у отлично вот это был поводом для дальнейшего укрепления доллара так что тренд он как был с нами так и остается тренд именно на рост доллара и на сегодняшний день пока не видно что может его сломить это то что касается единой европейской валюты в некоторой степени и фунты здесь в общем то тоже все по аналогу а вот рубль несколько удивил во первых он полностью проигнорировал вчерашний замечательные комментарии и реакцию на слова и реакцию на комментарии относительно выступления джерома павла в сенате тут правда надо признать что в общем то выступал достаточно поздно и все эти замечательные события происходили уже после закрытия торгов по рублю поэтому не мог отреагировать но он и после открытия никак не реагировал он никак не компенсировал все это он открылся даже с небольшим гэпом вниз и пошел плавно по пунктику по пунктику дальше вниз ну график вниз то есть рубль укрепляется вопрос с рублем что происходит почему так тем более нефть после того как рухнула на прошлой неделе даже не пытается восстановиться к этим значением она вообще вчера уходила ниже 70 долларов за баррель а у нас же есть же знак равенства между нефтью и рублем да нет никакого знака равенства только лишь при резких колебаниях цен на нефть а вот они как-то не сильно наблюдались последний день-два в пятницу это было рублю во многом ситуация вот какая складывается мы в общем-то достигли того среднего уровня который многие давно уже присохли 75 рублей за доллар причем сделали это очень быстро настолько стремительно что из-за вот этой быстроты рубль локально оказался очень сильно перепробно то есть нужны какие-то фантастические причины для того чтобы заставить его дальше дешеветь он при прочих равно скорее всего будет выправлять эту динамику и судя по всему это обернется очень большой болтанкой то есть раз мы очень быстро выросли мы достаточно зажатый промежуток времени будем снижаться причем ниже среднего уровня который нужен мы легко можем дать ему 73 или даже чуть не и можем попытаться вот на этом эмоциональном фоне пройти даже чуть ниже что ты же скажу я тут одну куда вылетели нас занесло давай резко разворачиваться до там плитуда она будет постепенно сжиматься конечно же но она все равно будет осталось достаточно высокой то есть на данный момент увидим 73 скорее всего даже 72 50 оттуда разворот опять же сторону 75 мы до него не доходим доходим где-то 74 с половиной скорее всего и по всей видимости утрясется все это где-то как раз в районе 73-74 сколько на это потребуется времени по всей видимости завершится это все уже на следующей неделе учитывать темпы то есть какой скорости все это происходит индекс мосбиржи тоже кстати нас порадовал потому что он тоже проигнорировал трактовки слова джерома паула взятые неизвестно трактовки месяц и продолжает постепенно восстанавливаться хотя бирж американские индексы в общем-то продолжают лететь вниз да мы видим некий отскок сейчас но тенденция такая бубух это в частности доу джонс тут ситуация во многом схожи с рублем потому что как мы видим тоже за очень короткий промежуток времени середины октября мы достаточно серьезно подешевле там суммарно больше 400 пунктов было движение это достаточно круто тем более еще раз говорю за такой короткий промежуток времени поэтому здесь будет отскок мы его сейчас и наблюдаем другое дело что я предполагал вторник там среда достигнут достигнут отметки 4000 нет все-таки вот этот общий негативный фон на финансовых рынках который в некоторой степени нагнетается сейчас он постепенно немножко сдерживает потенциал рост индекса мосбиржи поэтому вот завтра послезавтра да мы уйдем выше 4000 там надо будет смотреть по ситуации вот когда устаканимся будут смотреть по сторонам что происходит с другими индексами и не исключено что после этого опять вниз но в среднесрочной перспективе учитывая какие могут быть итоги заседания федеральной резервной системы это все-таки все отметка 3 800 сюда мы сейчас подрастем потом будем двигаться вновь к ним после заседания станет понятно мы летим вниз или мы сейчас будем как оголтелые пытаться восстановить утерянное да и поставить новые рекорды будет зависеть от итогов заседания федеральной резервной системы вот такие вот дела на этом у меня в общем-то на сегодня все если у вас есть вопросы комментарии пишите с не стесняйтесь конечно же я же свою очередь с вами прощаюсь желаю вам удачи и до новых встреч